Да, первая половина была настоящей катастрофой для Кингвинов, абсолютно ничего не получалось, команда выглядела максимально разобранно. Ну вот, кстати, обращаю твое внимание, наш партнер ES.bet дает какие-то очень сомнительные коэффициенты. Они, по-моему, плохо слушали наших аналитиков, и они по-прежнему верят, что Кингвины будут сражаться на равных с просто. Это интересно, учитывая то, что есть уже история, и она не очень выгодная была для команды Кингвин, но сейчас они пишут новую на этой карте. Уже там был дико, если не ошибаюсь, по точке бета. Продолжение раскидки от Виктора Войтеса, но дальше не будет идти, это фейк, да. Выход все-таки от бомбы через скрип на тучко. Да, вот теперь интересно, как будут действовать просто, насколько хорошо нашифровано у них это выбивание. В распоряжении есть дым, две флешки и одна хаешка, комплект дефьюз китов, ну и, конечно же, 5 USP Tactical. Ну, не спешат пока что на ретейк у нас ребята. Кинзор в итоге поймал таза на коннекторе, в общем, и здесь минис, была перестелка с машиной. Ну, а как дальше вот двигаться, тоже непонятно. Бомба уже довольно-таки неплохо тикает, в итоге минис закрывает спину, должен идти обратно через мейн, там флешка полетит от дефа. Выбивание тут уже начинается, в итоге Айван забирает от этого дыха, но Маус тут же отвечает и по одному, и по второму. Раллен врывается против дефа последнего, тут забрали с разных сторон, была угроза, и в итоге этот раунд залетает в пользу команды Кингвин, такой фейк, который сработал. Ну, знаешь, даже несмотря на то, что получили минус по Виктору Войтузу Кингвина, все же в меньшинстве сумели качественно удержать поставленную бомбу и забрали пистолетный раунд. Раунд. Чем ответят просто? Вот этот вопрос, но, как видим, уже форсируют парня события. 4-дигла, скаут, есть гранаты, и вот как раз-таки хаешки должны сыграть свою роль, и, возможно, покажут нам какую-то фишечку простошки. Ну, кстати, укрепление на точке А сейчас от них, только одного кинзора отправили на базу Б, Айван в итоге будет за квадом играть со скаутом, и это раскидка от Раллен и компания. В общем-то, они готовы взрывать белый ящик, но там мы знаем, что никто даже не занимал эту позицию, и минис уже готовит почву. Для выхода на точку. Ой, как неплохо залетает по Айвану, но это его не добирает, потому что успел отойти. Так, врыв под флешку должен быть. Не отпустили миниса, это хорошо. Да, есть 5 на 4 ситуация, при этом все же Раллен поймал кинзора, вообще непонятно, куда он пошел, учитывая то, что за каплей была неплохая позиция. При этом раскидка неплохая, смог вниз, мол, там наверх на девятку, там не сможет выйти еще один боец защиты, бомба поставлена будет на вентиль. Ну, по-хорошему должны кингвины забирать этот раунд без особых проблем, а вот просто, понимая сложность этого убивания, должны отправляться на сейв. Действительно, в очередной раз появляются огромные вопросы кинзору. Ну, не самая лучшая позиция, когда ты находишься один без какой-либо поддержки дебейтов. Ну, возможно, еще, знаешь, вот информация была о том, что противники 100% будут выходить на точку, а потом он там открывался, в общем-то, у него. Было такое расположение, то, что хотел, наверное, почекать B-лобби, то есть это токсик, все остальное, но вот вентиль, это такое ощущение, что не хотел даже как-то встречать, не ожидал, вернее. Ну, скажем так, что именно так будет играть игрок команды кингвин. Отталкивался от каких-то микроситуаций, а вот макроконтроль кинзор в этой ситуации потерял. Да, в итоге через тут почти всю карту забирает ТАСС противника с этим мак-10, фармит 600 баксов. 4 в 3 ситуация, но и при этом ТАСС больше никого не находит. Очень важно было отойти на сейв, потому что в АСС в следующем раунде ничего не будет, но хотя бы что-то вынесли. Это скаут Диггл и мак-10 от Фларыча. Ну, знаешь, не сработала фишечка с хаешками. Залетели гранаты в мейн, но, к сожалению, там никого найти так простошники не сумели. Конечно же, министра догнали и не отпустили, но хаешки особого дэмэджа не нанесли. По сути, заготовка провалилась. Сейчас должен быть дефолтный раунд от поляков. Контроль карты по точке Б один игрок тоже уже находится. Это маусы. И при этом в мейне тоже два присутствия дыха. Подрыв возможного подсада от соперников. Кинзор чекает выходы на токсик. И, кстати, он уже имеет поддержку от своего тиммейта на Б. Там еще и будет деф, если что. На центре тут, вы знаете, может быть и не стоит воевать. С другой стороны, у вас есть скаут, который может неплохо там урона нанести оппоненту. Кстати, как ты расцениваешь первое поражение кингвинов на карте кэш от команды Pro100? Насколько качественную и огромное количество информации получили кингвины и насколько качественно они ей воспользовались? То есть даст ли это свои плоды? Ты знаешь, мы еще посмотрим, хотя бы дай мне еще до конца этой половины время. Потому что только все начинается. Понятно, что смогли только что взять непистолетный рам. Кстати, я, если честно, не вспоминаю, какое они сделали тогда в атаке пистолетной. За счет чего там просто смогли так жестко выйти вперед. Или же, опять же, нужно посмотреть дальше на хороший бай уже от команды Pro100. Тут понятно, что Душилова происходит на точке Б. Кинзор забирает одного Мауза. Но тут же ответ от Миниса, который еще больше денег себе зарабатывает. На следующие уже моменты бомба поставлена. Деф и Фларыч 2 в 4. И это попытка там выйти на минус-девайсы, на то, чтобы занести их уже на следующий раунд. Потому что, ну, всегда приятно иметь АК-47, а не АУК или ЭМКУ. Хотя тут еще вопрос. Про Сторожники, кстати, пытаются тоже сохранять. Там есть два легких армора. Есть МАК-10. Дигл – это, наверное, не лучшее оружие для сейва. Но все же попытка реализовать. МАК-10 Фларичем закончилась полным промалом. Минис его находит. Ну, просто отдают очень много денег в этом раунде. Если честно, Дыха подбрасывает ему АК-47. В общем-то, все четко. Отыграли хладнокровно поляки и вышли на свой третий раунд. И сейчас мы будем смотреть бай от обоих коллективов. И это тоже интересно, учитывая то, что Айван появлялся у нас на каждый данюк с АВП. И сейчас тоже ему нельзя промахиваться. Потому что это тот парень, который очень часто выходит, наверное, на центр, раз есть снайперская винтовка. Но в этом моменте отказался. Это АУК. Ну, возможно, это будет передроп. Там у Якиндера было больше денег. Так, чтобы достались и гранаты, и тяжелые. Вы ждете промокод, ребята. Только что он был у вас на экранах. Так что давайте, давайте, дерзайте. Заходите на сайт vplay.tv. Вводите это все дело. И мы будем дальше разыгрывать. Ну, не сегодня, а завтра в начале. Перед первой картой. И вы узнаете, кто же все-таки получит интересные скины. Маус, раскидка, там флешка контр-агрессивная. В итоге Раллен поймал Якиндера. Это было вообще в коннекторе? Интересно. Возможно, с буста даже сделали этот минус ребята из команды Кингвин. Или нет, с ангара. До того, как смог взорвался, в итоге там залетело с одной, видимо. Да, походу попал под контроль. И Киндер, пытаясь найти энтрифраг на карте кэш, ну, где-то перебрал с инициативы и не сумел реализовать снайперскую винтовку. Кстати, вот знаешь, опять-таки же отталкиваясь от первого противостояния на этой карте, ну, там у простошников действительно все получалось. Там все летело, Юра, там просто вот без шансов. Там, что бы ни предлагала команда Кингвин, все закрывалось. Абсолютно любой козырь могли они просто перекрыть своим Джокером. Очень часто начинали с энтрифрага, а вот здесь ситуация немного перевернулась. И вот как на это отреагируют просторшники, смогут ли выпутаться? Ну, это, скажем, не яма, но уже ситуация неприятная. Ну, неприятно, учитывая то, что там уже соперники подходят по белой. Флешка полетела, они слепой там, или полуслепой деф. В итоге он забирает таза, еще одна флешка залетала. В итоге это минус бомба под катушкой. Интересно играет дальше деф. И он перетягивается к Фларычу, который все еще стоит на точке, а там уже, ну, на острили лыжи, на то, чтобы выходить дыха. И компания в итоге дыха не чекает квад, хотя, ну, понятно, что тут уже Фларыч играл очень хорошо по таймингам. И нет никакого смысла чекать мейн, потому что там находится как минимум один боец команды Кингвин. Мауза тоже заметили. Два секунды до конца этого раунда. Фларыч забирает минус, но Мауз должен отправляться на базу Б, понимая, что все игроки команды про 100 находятся на пункте. Успеет, конечно, поставить и даже хорошую позицию должен занять. Нет. Ну, за дефолт там нужно ставить тут бомбу. Ни в коем случае не на вентиле, не где-то там агрессивно. Но в итоге Кинзор будет ожидаться выхода через вентиле. Там уже находится Айвон на перетяжке Фларыч. Все готово для того, чтобы зайти и закрыть эту консервную банку. И просто выкинуть ее. И забирать себе первый раунд. Да, получается Айвон в итоге закрыть Мауза, который там на разные позиции должен был реагировать. Ну и в итоге, да, будет дефуз. И должны ребята немного подождать, видимо, пока там все заберут себе сильные девайсы. Ну, снайперские винтовки — это то, что пытаются подобрать простошники. Кстати, в какой-то момент показалось, что в этом раунде просто ожидают серьезные проблемы, и они должны были его проиграть. Четко под флешку чекали подъем. И вот там, если бы игрок, который отвечает за хайвей, не принял в блайнде, это, походу, был Айвон, все бы сложилось совсем по-другому. Деф-то на самом деле спасал, потому что, ну, дело в том, что нужно было еще там бомбу выбить. И это, кстати, тоже была проблема, то, что у вас изначально на белый ящик идет игрок атаки с бомбой. То есть, если там не получается выйти под флешку, тебя убивают, то твои тиммейты уже будут отдуваться за этот момент. Ну, кингвин где-то поспешили в предыдущем раунде, потому что, напоминаю, был опен фраг от Раллена. Да, оказалось бы, хорошее начало, но реализовать большинство так и не сумели. Две снайперские винтовки. Вот он, коварный план про 100. Вот так долго ждали и не минировали бомбу, чтобы парни раздобыли два ВП. И уже в этом раунде показали, что этот девайс в их руках на карте кэш действительно вещь опасная. Айвон? Ну, тут уже мини-сочетает противника. Отличная работа от поляка. Первый минус вновь в пользу команды кингвин. И за эту кровь нужно будет отвечать остальным. Якиндер вообще оставляет центр. Там только один в итоге деф. Подходит под девятку, под подсадку вернее. И тут только один вопрос. Раллен, будет идти или нет? Или это просто уход обратно и уже подсадка от игроков атаки? Так, тайминги. Деф заходит на центр карты. Будет ли к этому готов Раллен? Деф. Один минус. Дыху забрал, но сразу же Раллен отвечает. Ну да, это самое главное. Убить оппонента. Тут не выйти и не профукать все свои позиции, в общем-то. И тут еще и поджим от Кинзора, который готов встречать Маус. Да, отличная работа. Хэдшот уже залетает. Два в четыре. И Киндер будет на точке. Это очень важно отыграть именно здесь и сейчас. Смоки уже полетели тут на просвет. И флешки тоже готовы вылетать у команды Киндер. Ой, какой промах! То есть нужно было убивать. Да, получается первого ликвидировать. Маус отлетает. Но здесь слишком много соперников. В итоге Раллен убивает противника. Это три в один. Фларич должен идти на сейв. Слишком далеко находится, понимая всю безвыходность этой ситуации. Действительно оптимальное решение для Фларича сохранять эмку. И пытаться реализовать ее в следующем раунде. Кстати, глядя на деньги команды Pro100, ну, вряд ли смогут себе позволить закупиться. Ну, пистолеты, арморы — это тоже вариант. Возможно, поджимы через мейн. Дабы удивить соперника, убедить в том, что они могут там закрывать их ее на подходах к Апленту. Ну, и здесь Раллен, да, выбрасывает ВП. В общем-то, все неплохо получилось у Миниса, который дал опенфраг по сопернику под вентилами. Ну, и потом уже понятно, что был успех на точке Б, потому что, ну, и Киндеру нужно было здесь, не знаю, как изловчиться, чтобы всех убить. Ну, или хотя бы большинство забрать и дать шанс Фларичу на взятие этого кланчика. Кстати, стоит отметить, четко поляки сработали при энтрифраге. Один накидывал флешку, после этого Минис открывался, забрал позицию под контроль. Ну, и с повторной попытки открыться уже от игрока команды Простого, они получили тот самый нужный и важный энтрифраг. Да. Ну, над этим тоже нужно будет поработать ребятам из Простого, потому что часто тут кто-то подставляется, особенно это касается именно центра. Там сложно без гранат отыгрывать в некоторых ситуациях. И здесь решили, да, покупать. Это Аук, Эмка, Фамас, Диггл и ЦЗшка. Набор команды Простого. Ну, не самый лучший будет, кстати, подсадка против Токсика, можно сделать опенфраг. Если там будет противник, да, туда вроде как заходил Минис, ну вот какие тайминги, уже успел выйти. Да. А вот этот провал Дыха. Мак-10 есть открытие, Кинзо разобрал, но есть ответочка. От Айвана, правда, Простошники радовались недолго. Да, сейчас мы поговорим об этой ситуации. В общем-то, был размен в пользу он для команды Кингвен. И Киндор получает под себя молотов, ну еще и там хедшот был от Миниса. Ой-ой-ой. Ты знаешь, возможно, там кто-то топнул из команды Простого, когда они подсаживались, потому что Дыха выходил вообще, вот как на все накрытое, уже с этим Мак-10, и он смотрел именно в эту точку. Но я тебе говорю, скажу, если нам покажут Пафор, было ощущение, что Дыха был не готов. Он даже удивился где-то, он долго стрелял, но в какой-то момент просто все залетело в голову Киндору, но второго забрать не сумел. Ну, наглость — это второе имя Дыхи сейчас было вот в этом раунде. Дело в том, что именно он вышел, скрыл точку там, по-второму также была получена информация, и на перетяжках никто у Простого не сработал, но хотя бы вот нужно сохранить себе этот Фамас и Эмку на следующий уже раунд. И мы уже точно получаем информацию, ребята, о том, что это не повтор Кэша, который уже играли эти команды позавчера. Кстати, вот что стоит отметить, сегодня две серии БО-3, и что мы видим? Команды отжимают карты соперников, при этом проигрывают на своих, и после этого все решается на третий. Неужели здесь будет повторение? Просто, казалось бы, уверенно выиграли карту Нюка, ведь это был выбор Кингвинов, лучшая карта поляков, а вот на своей, на Кэше, пока что простошники в защите выглядят далеко не лучшим образом. Да, так и есть, кстати, пауза. Судя по всему, Просто сейчас решает, как нужно отыграть против Кингвин, и, ну, считает еще, как помочь вообще этой Эмке. Коэффициенты от нашего партнера ES.bet — 1.47 Kingwin, 2.55 про 100. Но дело в том, что это только начало карты, так что, ребята, все в ваших руках. Это карта кэша, и в атаке, если ты умеешь грамотно раскидывать и четко понимать, и контролировать ситуацию на карте, то закомбетчить шансы есть. Знаешь, главное, чтобы команда про 100 не становилась заложником вот той ситуации, которая была вот действительно позавчера, когда у них так просто получилось выиграть у противника на этой карте. То, чтобы вот, да, вот мы только что вынесли их на карте Денюк, следующее, а, мы уже играли, да, там было очень просто, в общем-то, в защите, там носились, каждый там убивал на своей позиции, были поджимы, давайте так же играть. Нет, уже так же не получается, так что здесь мы увидим работу тренера, здесь мы увидим мыслительный процесс каждого игрока, потому что они должны перестроиться. Кстати, знаешь, во многое, мне кажется, так и было, что вот они выиграли карту кэша, сделали это уверенно, и именно отталкиваясь от этого показателя, говорят, парни, давайте кэш еще раз, это то, что надо, но здесь совсем другая игра. Другой день и абсолютно другая команда Кингвин. Мне вообще кажется, что где-то не хватает агрессивной позиции на центре. Вот мы видели дефа, который поджимался там в ангар, один минус, да, но этого недостаточно. Где-то может быть какая-то контрподсадка, под вентилями тоже часто можно занимать, потому что Кингвин, они хоть и атакуют очень широко, но где-то были моменты, когда действительно строились раунды эти с помощью центра, и это было правильно, понятно, что дефолтно, но именно эти дефолты нужно потихоньку отрезать своих соперников, и об этом должны общаться, и мы надеемся, что это все-таки не техническая пауза. Саш, на самом деле, вот чего не хватает просторшникам, так это интрифрага. Они пытаются агрессировать, были попытки поджима мейна, базы B, и там, и там снайперы не попадали, в ответ получали четкий выстрел от соперника, в итоге просто оставались в меньшинстве, а Кингвины, ну, действительно, качественно этим пользовались. Тут можно поднять архивы и посмотреть, в общем-то, каков процент после опенфрага, особенно атаки на карте ДКэш выигрыша раунда, ну, 75 где-то, да, то есть очень часто именно это получается. И дело в том, что просто, даже учитывая то, что первую кровь не они проливают, но никак не исправляют ситуацию в раунде, это проблема, действительно. Ну, раунд анти-раш сейчас против центра, играет у нас команда Кингвин, там была подсадка, но решили от этого отказаться, потому что люркер под B тоже вернулся в ангар, ну, а тем временем они готовятся ударить по точке А, там уже интересная подсадка. Двойная подсадка. Ну, как минимум, Айван будет более агрессивно играть, он будет байтить, и потом уже все в руках Фларыча. Так, а это интересно, это коварный план команды Просто, насколько эта задумка получится. Мы узнаем очень скоро, потому что Кингвин отправляются практически всем составом, даже всем составом. Он специально активно так играл, чтобы его заметили, никто в итоге не посмотрит на Шрауда, это тоже интересно, Таз в итоге забирает Кинзора, вот он, выход, нет! Виктор, легенда Войтас, он просто вышел с МАГ-10 и развалил позиции Апунта команды Просто. Это минус 4, посмотрите, 4 хп и 4 фрага, в общем-то, Виктор. Батя в здании! Мое уважение. Шестой раунд для команды Кингвин, но это было слишком жестко. Я-то думал, что первый точно отлетает там, второй, это вопрос, как среагирует команда Кингвин, как там быстро будет даваться информация тиммейту, ну, тут даже до инфы дела не дошло, сам разобрался. Это было жестко, действительно, Тазманский Дьявол собрался на максимум и, по сути, на себе вытащил этот раунд. А ведь как просто старались забайтить на эту позицию, просто жесть! Ну, Айван, конечно, молодец, вот неплохо там забайтил, потом в итоге спустился вниз и, ну, какое-то время смог пожить, но этого не хватило. Восьмой раунд, и в итоге у нас два Ауга, три М4А4, нет наборов диффузов, и очень мало гранат по 100. Кстати, в этом раунде они начинали втроем на точке Б, только одного Юкиндера оставляли на центре. Ну, и, в общем-то, Фларыч отвечает, как всегда, на кваде за точку А. Там очень аккуратно прыжками чекают выходы на мейн. Где только что могли находиться два игрока Кингвин, но, видимо, они решили перетягиваться на центр, потому что, ну, большинство сейчас игроков находится под точкой Б. Там очень хорошая раскидка. Это было больно. Хаешка залетает прямо под ноги Айвана и Кензору. На двоих потеряли практически соточку здоровья. Но в ответ забрали у Ролина 81%. В вентилях неплохая позиция от Кензора. Ни в коем случае нельзя выпускать центр. Понимает, это ребята поджигаются данное расположение. Кензор, выход, и Минис его ловит. Уже который раз Минис проходит там на секреты, вернее, на токсики, делает свой фраг. В общем-то, пока что нет ответа от ребят из Простой. И в очередной раз опен-фраг. Вот мы об этом говорили и продолжаем замечать то, что есть действительно такая проблема. Да, плохо стартуют простошники. И это действительно то, с чем им придется мириться и в этом раунде попытка ворваться от Айвана. Ну, что-то неоднозначное произошло. Переключаемся на Фларыча, ребята. Он важное сейчас звено команды Простой. В общем-то, он должен сейчас убивать противника. Но нужно хотя бы два фрага. Да, получается, бить Дыху. Нет, пока что размена внедряется в смок. Да, еще один фраг против Раллина. За квадом находится Таз уже нет. 9 секунд до конца этого раунда. Там еще была перетяжка от Дефа. Воу, какая работа. Да. И сейчас, наконец-то, вот Фларыч показал, что не стоит так вот выходить против меня на точку А. Ну, знаешь, перемудрили в этом раунде поляки. Действительно, все получалось на базе Б. Вот там оставалось дожать только одного игрока. Но развернули атаку, пытались скрыть оборону Апванта. А там оказалось небольшое, но все же укрепление команды Простой. Ну, и, конечно же, Фларыч, который сыграл просто великолепно. А вот и повтор от Виктора Войтеза. Прыжок, но тут вопросы к Фларычу. Слишком долго стрелял по капитану команды Кингвиной. Ну, видишь, не справился в следующем раунде. Все получается. Но как же сложно брать вот эти очки себе в актив. Вот как же Кингвин пытается расшатывать оборону, постоянно растягивать по карте, находить первые фраги и потом уже выходить на меньшинство. Но только что не получается. Но вот насколько еще хватит команды Простой, вот кто еще выступит героем. Понятно, Фларыч вот один выступил, но все остальные тоже должны подключаться. Кстати, заметь, продолжают играть без снайперской винтовки. Видно, что Простой не получается. И своевременно парни отказались от этого дорогостоящего девайса. Ну, в прошлом раунде удалось реализовать автоматическое оружие. Соответственно, продолжают в том же духе. Да, кстати, денег очень много остается у команды из Польши. Вот еще они будут закупаться и закупаться. И на это тоже должны обращать внимание Простой. Минис уже без фрага, но понятно, что там уже никто не появляется под вентилями после двух опенов. Фларыч был только что в мейне, пропуская дейху. Там смог довольно коварный. Под него можно выходить дальше под флешку. И поджигать погрузчик. Вы знаете, ребята, должны перетягиваться тут все на точку. А с другой стороны будет еще подсадка на центр. Это интересный раунд. Такого еще поляки не показывали. Да, сплит-выход на базу Б. Или все... Да, это сплит-выход на базу Б. Винты плюс сам проход. И есть люркер. Да, дыха будет напрягать дальше эту точку. Раллен. Выход на каплю. Молотов уже полетел. Спускается уже десант. И смотрим на экзамен. Точка Б. Айван за плентом. Кензер на девятке. Флешка полетела неплохая, но под нее никто не действовал. С маками там неплохо закрывается защита. Фларис закрывает в итоге одного дыху. Там уже под девяткой масса игроков в атаке. Нужно врываться кого-то забирать, потому что там плент упадет. Да, только сейчас Кензер только одного с собой забирает. Это был таз. Маус на размене. Разворот 180 градусов. 12 секунд до конца этого раунда. Деф прорывается. Это важная перестрелка. Он забирает Раллена. 2 на 3 ситуация. При этом Маус красный. 12 кп 68 минус. Это снайперская винтовка. Было бы неплохо закрыть его. И деф. Нет, не делает этого. Где реакция от дефа? Должен был переводиться и забирать снайпера команды Кенгвин, но не получилось. 2 в 2 ситуация. 39,12% у поляков. И это тот самый хороший шанс для команды. Просто или нет? Это просто для Миниса. Посмотрите. Два минуса и насколько важные. А это... Фрагия дает он. Это провал. Это ресет экономики. И просто оказывается у разбитого корыта денег нет. Кензор пропустил своему тиммейту хедшот. Будем честны. Вот нет синергии между опорниками точкой B. И только что это была ситуация, которую нужно было сыграть вместе. То есть у вас есть какие-то фраги, которые летят. У вас есть опен фраг от Фларича на самом деле. То есть уже меньшинство там где-то заходило. Не то чтобы меньшинство, но на минус один там. Атака действует, но и при этом вы играете не вместе. Кензор должен был более активно играть. Возможно даже прыгнуть вниз. Вроде бы были прочитаны ребята из Кингвин. Но вот флешки, которые летели от простого, они были не совсем своевременными. Во время выхода Кингвинов все флешки уже взорвались. Да, и вот он смог от атаки на Хайвей готовиться внедрение в точку А. А там только один Екиндер просто не угадывает. Обратите внимание на карту. Они вчетвером находятся на точке B Екиндер. МП-5 его забревает. Дыха, опен фраг. Ну и на этом все заканчивается. 8-2. Да, вот теперь интересно посмотреть, что будет делать просто. Это будет попытка навредить экономику соперника, либо, ну, опять-таки же, отсейвиться. Ну, смотри, Саш, полторы тысячи долларов раз-два. Ну, ладно, до двух тысяч долларов есть у команды просто. Единственный самый богатый игрок – это Екиндер, у него 300. Но, опять-таки же, это деньги, которые не позволят простошникам закупиться в прошлом раунде, точнее, в следующем раунде. Мы подменили тут команду просто, если честно. Особенно, если вспоминать тот самый кэш, который они выигрывали со счетом 16-3. Сларыч неплохо работает по тазу, но дыха уже не отпускает. Такое ощущение, что это просто из-за зеркалья. Если мы тогда видели действительно идеальный диффенс, который не выпускал кингвинов ни на один из плентовых, ну, практически без шансов закрыл первую половину, то здесь ничего не получается. Интересно, какое решение будет от капитана Простой. Нет, все-таки бай. Но это интересно, учитывая то, что там было мало денег. То есть, ну, вы еще можете отдать девятый где-то, может быть, соперниками хотя бы на 6-9 выйдет еще одно. С другой стороны, хотят цепляться за 8-7. Но в таком случае нужно абсолютно все забирать, а шансов на это не так уж и много. Особенно, учитывая то, что показывала эта команда сейчас в защите. Ралин опасается близкого захода в центр. И Кииндар – это было тоже очень опасно, учитывая то, что у него там поддержки на центре нет никакой. Спрейдж смог? Ну, с учетом того, что могла в ту же секунду выйти подсадка. Да, там был коктейль Молотова, но все же он, ну, тух секунду на секунду. Да, да, да. Ну, это уже агрессивная игра. Возможно, какие-то индивидуальные действия помогут команде Простой. Значит, это больше похоже на авантюры, которые пытаются применять Простой. А я попробую подойти где-то там на центре, кого-то забрать и уйти. Но дело в том, что так часто случается то, что хоть кого-то и теряет команда Кииндар, но тут же отвечает своим фрагам. То есть, у них размен настроен. Да и вообще, в принципе, подход этой атаки от поляков, он действительно выглядит максимально методичным. Четко под флешки, отыгрывая в связках, работают кингвины, и это действительно приносит им результат. Минис, как всегда, у него, вы знаете, очень неинтересный контур-страйк, если можно так высказать, учитывая то, что он постоянно ходит по токсике, пытается вычислить кого-то на точке B. Пока никто не принимал дуэль, и тут Кииндар играет крайне аккуратно до девятки Айван. Кстати, вот вновь решили ударить по точке B. Это какой-то, ну, такой слабый спот для соперника. В общем-то, понимает кингвин то, что нужно душить именно там. Бомба подходит под вентилей, и Айвану нужно уже потихоньку двигаться, пытаться убить соперника. Кииндар, опен фраг. Так, а вот теперь надо Ване жить и максимально взаимодействовать с тиммейтом. Под флешку попытка повторного врыва, забирает Мауза, есть размен Кинзор. Почему вот периодически падает один из опорников B-планта, и нет размена? И Айван при этом красный. Ой-ой-ой-ой. 9 секунд до конца этого раунда пропускается противник на плент через хэдшот. Ну, 3-4 все еще есть преимущество. Айвану нужно выходить первым, и было бы неплохо взять, наверное, крокодилу дефа. Хотя, с другой стороны, красный. Тут игрок защиты, и все через респ идут. Тут флешка полетела одна, вторая. В итоге Айван врывается одного, забирает Таза, который тоже открывается. И был, наверное, слепым дыха. Да, вот это растерялись поляки в моменте. Правда, минус даваться не собирается. Два минуса есть с ВП. Бомба минируется. И Киндар. Ну, четко. Это было просто. Сауга такие фраги все делают, наверное, потому что тут сложно ошибаться. Бомба, да, в итоге раздефужена. В общем-то, у нас третий раунд для команды про 100 смогли наконец-то выступить на точке B. Хотя ты знаешь, тут еще Таз. Ну, не то, что была ошибка какая-то, просто попытался сыграть очень активно под флешку. На контрагрессии действовал поляк. И действительно, если бы в линию... Ну, его забирает в итоге красный Айван, понимаешь? То есть там 29 хп, это плевок с калаша. Но куда-то Таз, видимо, не туда стрелял. Угадай, куда. Ждем. Возвращение команды про 100 на эту карту. В общем-то, уверенности еще нет, Юрий. Ты знаешь, вот, да, посмотрели только что раунд, но это слишком было хаотично, чтобы мы сказали с тобой, да, это было круто, давайте дальше продолжайте. Возможно, будет 8-7. Ну, в первую очередь... 0,56, 2К. Экономически слабы, ребята, из про 100. Проигрывают раунд, очередной ресет экономики, и с большой вероятностью это уже будет последний удар по крышке в первой половине. Но для этого надо кингвинам забрать еще один. Еще один, и это будет супер важный раунд. Итак, коэффициенты от нашего партнера. 1,38 на победу кингвин, 2,9 на про 100. Опять-таки же, как все кардинально изменилось. Хотя, вот, знаешь, вспоминая стартовые коэффициенты на карту кэш, все было очень неоднозначно. В какой-то момент нам показалось, блин, победу про 100, там, 16-3, вперед ногами вынесли кингвинов. Почему так? А букмейкер что-то знал. Да, однозначно это так. Подрываться сейчас будет белый ящик. Кстати, там у нас вообще никого нет на центре. Команда просто решила играть без этой линии на карте. И маус выходит очень просто через подсадку. В общем-то, фларыч внедряется через смок на мейн. Дэв действует вместе с ними. Просто должны все-таки понимать то, что оппоненты уже могли очень быстро выйти на центр. Так что стоит еще кому-то, наверное, перетягиваться у себя на распе, смотреть эти выходы. Там, кстати, уже мейн поджимается, что позволяет, наверное, какую-то перетяжку совершить. Но контакт на хайвы я первый в этом раунде. Да, есть информация и понимание того, что Кингвины заняли центр-карты и активно действуют в этом направлении. Какова будет реакция про 100? Мы ждем в первую очередь экшена от снайпера. Но Ваня на машине и пока что отрезан дымами. И не может никак помочь своим тиммейтам. Выход через центр. Остер хайвы работает. Ошибка ТЭФа. На самом деле, вот, с одной стороны ошибка, с другой стороны, какая реакция от снайпера команды Кингвин? Я бы хотел посмотреть этот момент, да, с его глаз, потому что это было очень жестко. Самый неподходящий момент. Он ждал до последнего. Ну, с другой стороны, уже максимально душили Кингвины Аплент. И он решил действовать. Он решил красно в спину, но нарвался на снайпера. Видишь, у Фарыча тоже не зашел спрей. Он должен был намного быстрее забирать первого противника. И потом еще работать против скрипа, по которому была информация 100% у команды про 100. Ну, ребята, это не та защита, на которую... Наверное, многие болельщики этого коллектива надеялись. Это, в первую очередь, не та защита, которую мы видели на первой карте ГРШ. Слишком много. Ну, такое ощущение, что ребята просто расфокусированы сейчас. ТАС закрывает последнего Кинзора. Опорник ТОЧКБ, который, ну, имеет, наверное, больше вопросов, чем ответов. К своей игре, в общем-то, нужно присмотреться, потому что, ну, довольно просто. Там выходили Кингвин и зарабатывали из себя очень важные фраги, которые приводили к тому, что перезагрузка экономики команды про 100 происходила. Ну, и здесь в очередной раз мы смотрим на экономический. Ну, по сути, до конца первой половины у про 100 оптимальные закупки мы точно не увидим. Да, тут уже три раунда осталось посмотреть. Молотовы полетели под БМ. Маус провожает ТАЗа. Тот с МАК-10 должен все прочекать. Кинзор, без шансов. Залетает по голове. Но дело в том, что Айван тоже с одной может получить. Тут слишком агасивная позиция. Молотов тоже неплохой залетает. На перетяжке два игрока. Не спешит еще никуда идти флары. Сюда получается Айвану в ухо забрать ТАЗа. Но Дыха тут как тут работает против Якиндера, врывающегося на хелпу. Айван, какая стрельба, отличная работа. Но как же ему помочь? Там тиммейты не могут дойти. Но ТЭФ через МАК забирает в итоге Мауза. Айван падает, но имени закрывает последнего. Это был неплохой раунд с точки зрения того, что это дефолтные пистолеты. Самое обидное, что просто с пистолетами выглядит в моменты даже интереснее, нежели с оружием в руках. И как с этим бороться пока что непонятно. Ну стоит еще учитывать то, что Кингвин тут слишком развязно себя велит. Понимали, что ничего нет у противника. 15 на 3 снайпер. Команда Кингвин. Отличный показатель для того, чтобы вообще просто выйти в нереальный КД после этой карты. Раллина подсаживает на красный контейнер в ангаре. И это будет контрподсадка от ФРОС-100. Ой, как неприятно ДЭФу залетает через смок. Но это дефолтный прострел. Да, но знаешь, там была первая линия прострела, после которой ДЭФ подумал. Вот, 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 все позади. Я не получил демеджа. И надо двигаться дальше. Но тут залетел по второй. И вот как раз таки он нанес огромное количество урона. Читает просто как открытую книгу сейчас своих соперников поляки. Посмотрите на это. Там еще ХАЕ какая-то может залететь под Екиндера. Ну и которая, наверное, скажет ему, что там 100% уже соперник ждет. И он пока что не пытается даже выйти. Тут как же будут его поджигать или взрывать? Только один вопрос. Ну вот ХАЕшечка. Минус 35% у Екиндера. Ждет момента, когда же надо выходить. Но Виктор Войта все контролирует. Как же не своевременно достал коктейль Молотова. Но ошибкой Екиндер не воспользовался. Руки все-таки зачесались. Хотелось сжечь эту позицию. В итоге Рален там с подсадки забирает Екиндера, который пытался отойти обратно. И в очередной раз мы фиксируем опен фраг для команды Кингвин. 5 на 4. При этом у вас деф красный. Нет дефузов. Есть только 4 гранаты, 2 флешки и 2 смока. Да. 40 секунд до конца. Просто немного ошарашенный. Вот такой вот медленный, но при этом максимально уверенная атака своего соперника. Выход в центр. Опять-таки же намечается сплит базы Б. И вот нащупали слабое звено. Реально опорника в лице Кинзора и Айвана. Эти парни в этом матче выглядят максимально несобрано. Маус Дейхо по минусу. 2 в 5. Ну, знаешь, Кингвин готовы забрать 12 в первой половине. Тут нужно идти на сейф. О чем говорить? 12 возможно и будет. Мы об этом уже подумали. А вот Фларич только к этому начал приходить. Понимаешь, что в целом при ситуации 4 в 5 было решение поджаться под мейн, прочекать под флешку эту позицию и угадывать. То есть Фларич был в перетяжке. Если бы там хотя бы чуть дольше смогли пожить опорники на точке Б, то Фларич бы пришел нормально на размен. Но дело в том, что он оказался как раз-таки в полпозиции. Там еще и смог прилетел. То есть его перетяжка была неплохая. Решение внутри раунда тоже неплохое. Но как вот играет Б, это действительно большой вопрос. И нужно будет над этим поработать. Потому что нет связи, понимаешь? Вот я смотрю, между Айваном и Кинзором нет связи. Так, коварная позиция Фларича. Проверят или нет. Спрей. Забрал Мауза. Выжидывали в этом раунде. Да, еще и дыху похоронил. Ну, вроде бы неплохо. Отсейвились. Ну, деньги есть у команды Кинвин. Они не ошибаются в этом плане. Они должны были как раз-таки при этой экономике идти до конца, искать девайсы, выбивать их. Потому что у противника на последний раунд половины нет денег нормально, чтобы закупиться. Это два Фармаса. М4-А4. Решение от Айвана и Кинзора тоже вот придет. Кинзор в итоге с деглом. Ну, и мы смотрим на атаку. Кстати, очень широкая получается. Молодец Стас. Он, видимо, решил абсолютно все тактики здесь использовать. И большинство из них реально получается. Знаешь, Саш, месть — это блюдо, которое подается холодным. Вендетта на карте кэш в исполнении Кингвин под предводительством легендарного Виктора Войтеза. Вот что мы с вами наблюдаем. Просто ошаражены от таких атак и пока что ничего противопоставить не могут. Ну, дело в том, что вот в рамках Best of 3 после такой второй карты менее опытные команды могут и не собраться на третью, если честно. То есть у вас есть победа в первой, у вас есть такой провал здесь. Понятно, что они еще не проиграли. Но в целом, если проиграют, то третья, вот мне вот интересно, как по морали выступят ребята из Просту. Кстати, а третья решающая карта в этом противостоянии — это... А ну давай я посмотрю. Так, подожди, тут шраут. Должна все-таки работать эта подсадка. В прошлый раз не очень получилось. И Киндер сообщает о том, что слышит перетяжку от как минимум одного соперника через мейн. Дыха прострела на точку, но там у нас пусто. Ларич, как же будет играть? Так, с раскидка пошла. Молотов на просвет. Смог положили. В общем-то, Флорис забирает одного соперника. Будет дальше на двери стоять. Или на этой позиции сможет он кого-то забрать. Но нет против Калаша без шансов. Да, продолжают выходить поляки на фланта. Но здесь и Киндер хоронит Миниса. Врыва дефа. И пока что эту атаку удается остановить. 2 в 4 ситуация. Уже только Дыха. Один против четверых. Без надежд на победу в этом раунде. Ну, хоть что-то ребята забирают в этой концовке. Дыха будет потеть, будет стараться, конечно же, на деф. Да, заход спина. У нас третья карта Мираж, кстати. Да, я уже посмотрел. Вот. И это очень неоднозначно. Да, да. Я с тобой согласен. Потому что, ну, с одной стороны, вот есть Кингвин. Есть несколько ребят, которые очень часто, особенно на ФПЛ, играют карту Демираж. Но вы знаете, это самые популярные карты. Кэш Мираж, которые там пикаются через одну просто. Но с другой стороны, просто то, которые тоже могут неплохо там себя показать. Но я еще раз возвращаюсь к тому, вот какая Мираж сейчас у команды. Потому что их укатали. Вот эти четыре раунда, это, ну, не подарок, но это уже достижение, учитывая, какую игру они показали. Согласен. По поводу третьей решающей, знаешь, вот на что меня наталкивают вот эти две карты? Что просто это та команда, которая, ну, если плохо начинает, то ей действительно сложно зацепиться во время карты за победу. Мы видели вообще без шансов катку в матче против Виртус Про. Это была карта Мираж. Там в защите абсолютно ничего не получалось у простошников. Просто вперед ногами ВП вынесли их на Мираже. И если проиграет вот точно так же пистолетку первооружейную, мне кажется, эта команда уже не всплывет. Могут поплыть они, да. Ну, пока плывут против течения. И это вот течение от Виктора Войтеса, который очень круто рулил своей командой в атаке. Сейчас это защита для Кингвин. Атака про 100. Поехали смотреть второй пистолетный раунд. С вами Strike and Canis. И это третий игровой день. We play Luck and Load. И последний матч. Best of 3. Вторая карта. Решится, кто же все-таки ворвется в плей-офф и будет играть завтра против Виталити. Это очень грозный соперник. И для одного, и для второго коллектива. Варыч. Ну, вот знаешь, это, по сути, где-то смертный переговор, глядя на то, как играют команды на протяжении этого группового этапа. Тут перекрестный огонь не работает. Дыха раллина ошибается. Деф и киндер по хедшоту скинулись. И 2 в 5 в итоге ситуация при поставленной бомбе такое тащится только в том моменте, если вот так по одному будут играть по 100. Должны в какой-то момент парни сконцентрироваться и все-таки понимать, что пистолетный раунд это действительно тот самый момент, после которого можно камбэчить. Ну и цепляться всеми силами за этот раунд. Видишь, очень неприятная позиция у Киндзора, который за квадом просто прыгает и смотрит, как на выходы через темную, ну именно машину я имею в виду. И Хайвей тоже очень хорошо просматривается. Ну и понятно, что соперники уже ушли на сейв своих арморов. Ну согласитесь, по-хорошему надо было именно простошникам постараться, хорошо постараться, чтобы кингвины зацепились за победу в этом раунде. Ну и здесь и старались, и не получалось. Урали на идыхи, которые должны были свои фраги делать. Но вы знаете, глоки это очень грязные пистолеты, потому что это движение, это суперточность. И со всем уважением, но USP в этом плане проигрывает. Особенно если ты находишься в динамике. И Глок, он что, он бежит, он летает, он может прыгать и однозначно там 100% попадать в голову. Особенно у таких профессионалов, какие у нас представлены на сервере. 15 на 6 от Миниса. В общем-то будем за ним также следить при переходе в эту сторону. Защита со скаутом Фамасом Тремяди Глави. Интересно выглядит этот раунд. Укрепление у поляков как раз-таки находится на базе. Дальше играет стандартно. Один на центре, один под базой Б. Ну вот во многом действительно, как отметил Александр, все зависит от Миниса, который в первой половине себя проявил с лучшей стороны. Если качественно удастся отработать со скаута, то все может получиться. Кстати, тут от Таза залетает уже через смок по Икиндеру. 52 хп остается у игрока команды Простом. Можно, кстати, его оставлять под Б и перетягиваться. Нет никакого смысла сейчас абсолютно всем выходить на эту точку. И у Кингвин не так уж и много инфы. Они перетянулись уже с центра. Но с другой стороны, как же они будут играть дальше? То есть вернулся уже один игрок в коннектор, а просто тем временем собирается ударить по Блэп Ланту. Ну будет непросто. Будет очень непросто. Таз. Ой-ой-ой. Это врыв по флешку или просто контактный выход. Виктор Войта с деглом видит притык дефа. Забирает, но есть размяна от Кварича. Ой-ой-ой, как же опасно. В итоге Маус забирает и Киндера. Маус еще убивает Фларыча. В итоге Айван только приходит на этот размен. На девятке появляется уже игрок команды. Кингвин Минист. Так, Айван замечает его. Очень важно было выйти, конечно, здесь со скаутом. Он это делает. Забирает фраг себе. Но в итоге ситуация один на три. Киндзор последний. И у него в спине уже дыха. Дышит просто в эту самую спину. Киндзор должен массово проверить тут позиции. Там еще прыгает девятка. Байтит на себя. Ну сложно будет Киндзору такое тащить. Да, Пленд не проверяется. И красным правильно наставляет соперника. После чего добирает Киндзора. 12-5. Форсированная закупка кингвинов. Это то, что сработало. А вот просто, ну, по сути, прощаются. Ну, это шах. С вероятностью. На этой доске, в общем-то, очень сложно будет дальше тащить. После такого должны, наверное, закупаться ребята из команды простого. У Киндзора уже дигл. Под ноль все идет. И, в общем-то, этот раунд сможет нам ответить, насколько все-таки еще мы посмотрим долго на команду простого на карте Дакаш. Смогут ли найти простошники в себе силы, чтобы после вот такого ошеломляющего переворота вернуться и заставить нас в первую очередь поверить в камбэк. Да, это, судя по всему, обычная раскидка точки А планируется. В начале этого раунда Якиндр находился под Б, но уже будет потихоньку перетягиваться через Юслес. Ну и бомба на руках. Отдача Апланта. Заметь, как отыгрывают кингвины, понимая, что есть вероятность того, что будут что-то агрессивное придумывать просторшники, отдают позиции и будут рассчитывать строго на выбивание. Как же здесь играют игроки защиты. Понятно, что укрепление Б-планта могут себе позволить. Тут уже будет все строго от инфы Дыхи разыгрываться. Айван на перетяжке под Кинзора. Будут они выходить через скрип. И вот она готовится раскидка. Полетели первые смоки. Первая флешка тоже на плент. И молотов очень хороший, на самом деле, на дефолт, который не позволит нормально поставить бомбу сейчас ребятами из команды. Просто менее спрошив через смок. И Киндер, Айван не имели ни единого шанса здесь. Ну, бомбу, скорее всего, просторшники поставят. Но это не точно. Нет, все же дефу это удается. 24% здоровья. 35% ситуация. Фварыч и Киндзор. Это сотые ребята. Но, опять-таки же, здесь рассчитываем только на какие-то сумасшедшие хедшоты. Деф уже попытался. Но это было слишком. Там был все-таки небольшой просвет. И твои ноги видны игрокам защиты. Киндзор неплохо работает против девятки. Но Маус тут же кладет его на лопатки. Фварыч последний. И тут загулял. Уже понятно, что во всех позициях находятся соперники. И это было только дело времени, когда его заберут и бомбу раздефузят. 13-5. Но есть плюс, позитив. То, что поставили они ту бомбу, заработали немного денег. И, в принципе, сейчас уже можно давать калаши. И в этом нет никакого смысла играть еще одна Томека или полубай с пистолетами. 13-5. Ну, в принципе, могут рисковать. А с другой стороны есть... Я не знаю. У тебя, да, есть там еще один раунд. То есть, по сути, соперники еще не смогли выйти на маппоинт. Вот, кстати. Показали нам трик способности поляков. Действительно, в этом плане все хорошо. Умеет он передвигаться по карте. Да, Фларыч. Пока что не выходит. Тут паровоз на точку Б. Флажка неплохая полетела. Под нее врывается. Да, споливает. Три минуса в итоге моментально. Маус тоже помог. Минус Киензор. Последний Фларыч. И о нем тоже известно. Тут, кстати, спрей не самый лучший был у Миниса. Тут просто 30 тап был от него. Но самое главное, что с собой справился тут. И с противником тоже смог совладать. 9 раундов преимущества. И очередная пауза. Судя по всему, от команды Просто. Ну, еще бы. Действительно, тренер. А именно Арсений Треноженко негодует. Глядя на то, как отыгрывает команда Просто. Свой выбор. Все были бы недовольны. Учитывая то, что, да, команда расслабилась. Если честно, вот Нюк был там. Саша, знаешь, это неправильно, когда команда расслабляется. Команда должна расслабляться после того, как забрала 16-й раунд. Либо одержала победу со счетом 2-0, 2-1. Когда уже нечего доказывать. Ну, видишь, у нас подобная история была вообще с командой Фурия. Причем не только сегодня, но и вчера. То, что вот первую карту ребята забирают очень уверенно. Потом вообще что-то непонятное происходит во второй. И третью будем уже играть. И это уже будет серьезная стычка, серьезная драка. Коэффициенты от ES.bet. 1,67. Kingwind. 2,12. Просто, ну, вы знаете, я думал, что они будут несколько другими. Учитывая то, что преимущество огромное у поляков. Ну, есть вариант того, что это на победу в матче в целом. Возможно. Только, ну, здесь нахожу логику в таких коэффициентах. Да, дефолтная раскидка от Раллена на центре. Может даже в соло закрывать эту точку, покуда есть эти гранаты. А покуда горят, в общем-то, быстрый выход готовится от Тыки. И это провалище, потому что Минист тоже вместе с ним заходил. Только сейчас Таста разменялся. И Фларыч пал. Но дело в том, что там еще большинство команды просто было нивелировано. И только Кинзор вышел за Балтаза. Как это делает Виктор Войтас? Ну, красавчик, в общем-то. И самое главное то, что Екиндера все-таки Раллен поймал там по точке Б, если не ошибаюсь. Откидывается еще Мотов на мейн, чтобы не было быстрого выхода в спину. Но Маус уже успел перетянуться под выход этот. Он будет очень опасный. Замечает Аймон. Пропустил. Да, все-таки он уберет противника, который на планете находится без шансов. Квад работает или нет. И нет, не получается Кинзора выйти. В ту же секунду Раллен забрал Кинзора. Ну, все под контролем команды Кинген. Да, тут как бы ни пытались просто. Вот в один момент. Два минуса на мейне. Была неплохая попытка врыва, но вот размены – это самое главное, в чем, конечно, поляки сильнее на этой карте. Виктор Войтец просто браво. Как он ворвался в этот момент? Ой-ой-ой, как не попадал там сначала. Ну, понятно, что два минуса дал, но при этом, конечно, было бы… А вот потом начались проблемы. Должен был еще раньше давать, да, эти минусы. Ну и Раллен, да, прошелся по Кинзору. Но нельзя было, конечно, так погибать. Но, с другой стороны, ну, твой тиммейт ставит бомбу. По-второму нет информации противника, который может зайти в плет. Нужно все-таки что-то чекать. Хотя бы прыгать за квадом. С другой стороны, ты боишься мейна, который тебя там может поймать. Ну, слишком пассивно действовал Кинзор в этой ситуации. В итоге и продал игрока, который ставил бомбу, а именно Ваню. Ну, и после этого и мейн перестрелять не сумел. Ну, уже все позволяют себе поляки. Максимальная агрессия в этом раунде. Видно, что кингвины переформатировались. Теперь они за террористов. Теперь они загоняют просто в их атаке. 3-5 ситуация в шаге от того, чтобы мы стали свидетелями третьей карты. Это было слишком просто для команды Кингвин. И что атака, что защита от нашего коллектива получилась удручающей. Учитывая то, что вот, да, есть такая история, то, что уносили соперников со счетом 16-3. Но это очень хорошая оплевуха. Это холодные души. В общем-то, под этим душем мы будем потихоньку вскоре, наверное, выходить на карты Демираж. Но тут еще не все окончено. В общем-то, 2-3 ситуации. Но есть противник в спине, который все это дело у нас тут должен закрывать. Маус. Заметь, остановился прямо в шаге от того, чтобы увидеть спину соперника. И в итоге отличный шанс ликвидировать фларыча потеря. Он понимал, что его могли контролить. Там Тасс замечает кулу соперника. Ну, кстати, дефа он не перестреливает. Оставляет ему 9 поинтов. И фларыча, кстати, тоже пропускает на плент. Маус последний. Вот тебе и поворот. 67% здоровья у Мауса. Один против двоих. Ой-ой-ой. Выход, но слишком неаккуратно. В итоге один на один ситуация. Красный деф против Мауса. 67 хп. При этом есть раскидка. Молотов летит уже на квад. И дефа Узо на руках. Деф. Неплохая позиция на стрельбу. Но при этом, конечно... Она коварная. Один плевок на самом деле от Мауса. И все это будет победа команды Кингвин. Как же играть? Пока что непонятно. Он не двигается. И выпад. И все-таки не получается дефу поставить точку в этом раунде. Своим хатшотом он получает уже... Ну, огромную возможность с одной стороны, с другой. Начал первым стрелять и не попал. 16-5. Ну, по сути, шанс был только один. Это один патрон, который залетает четко в голову сопернику.